доброе утро всех приветствуем на канале дача мечты если я не ошибаюсь и не сбился счета сегодня уже у нас седьмой визит сезона 2021 на дачу мечты сегодня у нас обещают солнечно слегка будут гулять по небу тучки что сейчас мы и наблюдаем и поэтому у нас самая главная задача сегодня точнее у меня и у моего друга мотоблока нашего мини комбайна не иначе его не назовешь запахать или вспахать 1 2 и вот у маленькую 3 эта задача если я справлюсь и значит и в целом мы сегодня справились на отлично ну мало того что запахать это все вдоль и поперек еще плюс заволочить грабель коми потом ну и почистить слегка да можно даже не слегка и поставить назад на колеса нашего труженика наш мотоблок него и загнать его уже хозяйственное помещение вот такая стоит я бы не сказал невыполнимая задача все зависит от погоды в первую очередь ну и от меня с моим другом мотоблоком пожелайте нам удачи ставим лайки кто еще не подписался подписываемся на нашу дачу мечты спасибо самым активным спасибо что заходите смотрите я все все вижу все наблюдаю не переключайтесь в процессе буду по возможности осветлять как проходит сегодняшний день сегодня у нас 20 апреля 21 год вот такой прекрасный весенний денек нас ожидает пока что утро птички поют и предвещают неплохой день кизыл кстати уже зацвел на полную цветет желтым вдали если вам видно смородины и крыжовники уже давно распустились уже лопают почки выпускает первые листочки ранние сорта абрикос наша несмотря на то что самая поздняя груша тоже выпустила листики повторюсь несмотря на то что она считается у нас самой поздней ноябрьской беры она уже вот так вот полопались и уже видно первые первые даже светло-зеленые салатовые листики вишня подает первые признаки не хочу идти туда дальше по запаханному вот ну и вот так вот абрикоска уже подает первые признаки у нас не скажем так что ранние сорта поэтому еще вот в городе под окном уже начинает цвести даже а это у нас то у нас тут три-четыре абрикосы и все позднее тюльпаны наши должны вот-вот пару дней и тоже уже крыжовник и смородина ну что ж друзья за дело пока что отключаюсь но вы не переключайтесь буду дальше в процессе снимать по мере возможности доброе утро всех приветствуем на канале дача мечты если я не ошибаюсь и не сбился счета сегодня уже у нас 7 визит сезона 2021 на дачу мечты сегодня у нас обещают солнечно слегка будут гулять по небу тучки что сейчас мы и наблюдаем и поэтому у нас самая главная задача сегодня точнее у меня и у моего друга мотоблока нашего мини комбайна не иначе он не назовешь запахать или вспахать раз два и вот ту маленькую три это задача если я справлюсь и значит и в целом мы сегодня справились на отлично ну мало того что запахать это все вдоль и поперек еще плюс заволочить грабель коми потом ну и почистить слегка да можно даже не слегка и поставить назад на колеса нашего труженика наш мотоблок него и загнать его уже хозяйственное помещение вот такая стоит я бы не сказал невыполнимая задача все зависит от погоды в первую очередь ну и от меня с моим другом мотоблоком пожелайте нам удачи ставим лайки кто еще не подписался подписываемся на нашу дачу мечты спасибо самым активным спасибо что заходите смотрите я все все вижу все наблюдаю не переключайтесь в процессе буду по возможности осветлять как проходит сегодняшний день сегодня у нас 20 апреля 21 год вот такой прекрасный весенний денек нас ожидает пока что утро птички поют и предвещают неплохой день кизыл кстати уже зацвел на полную цвете от желтым вдали если вам видно смородины и крыжовники уже давно распустились уже лопают почки выпускает первые листочки ранние сорта абрикос наша несмотря на то что самая поздняя груша тоже выпустила листики повторюсь несмотря на то что она считается у нас самой поздней ноябрьской берр она уже вот так вот полупались и уже видно первые первые даже светло-зеленые салатовые листики вишня подает первые признаки не хочу идти туда дальше по запаханному вот ну и вот так вот абрикоска уже подает первые признаки у нас не скажем так что ранние сорта поэтому еще вот в городе под окном уже начинает цвести даже а это у нас то у нас тут три-четыре абрикосы и все поздние тюльпаны наши должны вот-вот пару дней и тоже уже крыжовник и смородина ну что ж друзья за дело пока что отключаюсь но вы не переключайтесь буду дальше в процессе снимать по мере возможности итак друзья первый отчет первый отрезок третья часть справились осталось заволочить грабельками и все готово вот такой результат осталось еще две грядочки под картошку тут у нас почти что картошки не будет то что я три дня назад спахал а вот эти три будет картошка раз два и там три пока первый отчет а наш труженик вгрызся в землю и пока что отдыхает и мы вместе с ним и а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот примерно так Буду отключаться Батарея садится Вот так доли поперек Ну что ж друзья Честно говоря А так как чепился я В мотоблок Как лещ Так не было даже В процессе Фрагментами даже заснять весь процесс Ну Я по крайней мере покажу вам уже результат Сейчас сначала снизу Вот Так выглядит уже вспаханная И заволоченная Горобельками Прошлись Вот так уже Это первая Обработанная Тут буквально Полчаса назад Закончили Волочить И Вот так она выглядит Вторая Вот И вот буквально 15 минут назад Я закончил Вспахивать Вот эту И вдоль и поперек Тоже ж Прошелся Дождь начинается Опять может нам не даст Хотя Страшных тучек На небе Дождевых и нету Но Уже капает Уже намекает Вот так Можно сказать Практически На одном дыхании Я Вспахал Все Я имею ввиду Все Три Вот этих Больших Вот этих Вот Вот это Все Вот И вот эту Третью Тоже Буквально Минут 15 назад Закончил Сейчас останется Вот эту Вспахать То есть Заволочить Грабельками Дождь начинается Уже сильнее Пока буду текать Может дождь Прекратиться И Заволочим Вот это Сейчас еще Несколько кадров Сниму Сверху С высоты Практически Птичьего полета Вот Такая Уже Даже Если сейчас Дождь пойдет То уже Проделана Работа Отличная Мы И планировали Если Даже я в начале Видео Если помните Говорил Если я Сегодня Успею Все Вспахать И Заволочить Это Будет Что-то С чем-то Ну Можно Сказать Первый Самый Важный Этап Мне удался Сейчас Я повторюсь Еще Если Дождь Заволочить Вот там А еще Вот эту Маленькую Грядочку Здесь У нас Обычно Морковка Бурячок Там Такое Еще и плюс Так что Три Да Три Полноценных Грядки Хороших Таких Грядульки Забабахали Мы Сегодня И тут Как тут Наши птички Мухоловки Трясогузки Все тут Все уже Собирают Жучков Всяких Червячков Работает Тоже Вот Ну Сегодня Народу Мало Сегодня Будний День Вторник Так что Такие Дела Ну Ладно Сейчас Еще Вылезу Сверху Сниму И Потом Уже В конце Заключительный Там Минута Две И Будем На этом Закругляться Не переключайтесь Продолжение Следует Ну Вот Так Примерно Выглядит Уже Полная Картина Это Который Прошлый Раз Шестой Визит Шестой Смотрите Начинали Мы С этой Верхней Половинки Которая Между Деревьями Вот Так Она Была Вспахана И Заволочена Грабельками А За Сегодня Мы Сделали Вот Вторую Сделали Третью И Он Четвертая И С Маленькой Грядочкой Вот Такой Вот А Четвертая Вот А Еще Не Заволочена Маленькая Грядка Уже Заволочена Еще Четвертую Заволочим Сейчас Вот Инструмент Инвентарь Забираем Все Точь Вроде бы Не сильно Нас пугает Но Он В той стороне Уже Там Что-то Уже Пошло Вот На Поле Трактора Работают Тоже Во Все Шум Слышно Если Ветер Не Забивает То Слышно Ну И Вообще В целом Даже Видно Свет Как я Выезжал Мотоблоком Вот Вот Такая Общая Картина Проделай На Наме Сегодня Работы Но Еще Не Вечер Еще Часа Два Три Как Минимум Можно Работать И Работать А Той Четыре Так Что Еще Будет Результат Покажу Еще Пока Сейчас Иду Чистить Мотоблок Переустанавливать На кальмаса Его уже И На колесах Загоню В Хозяйственное Помещение Наше Специальное Отведенное Для него Постараюсь Заснять Уже Окончание Этого Процесса Вот Полюбим Полюбуемся Еще Разок Ну и Так как Пошел Дождь Я Решил Закатить Вот Под Такой Наш Навес Когда-то Кустарно Возведенный Вот так Вот И Сейчас Под навесом Буду Очищать Вот Я уже Начал Очищать Когда Очищу И Снизу Очень Много Налипло Грунта Земли Вот Вот Это Все Сейчас Очищу Со всех Сторон И Тогда Вон Уже Колесики Ждут Устанавливаю На колесики И Будем Заезжать Вон Туда В ту Дверь Вот Тут Уже Дорожка Готова Вот Туда На свое Место Будет Становиться Пока Что За Ненадобностью Вот Там Будет Стоять Наш Мотоблок Вот Вот Здесь У него Место Будет Как раз Для него Достаточно Вот А пока Я продолжаю Его Отшкрябывать Вот Так Дождик Немножко Закончился И я Уже Практически Заканчиваю Отчистку Вот Сейчас Еще Сам Распредвал Этот Блок Очищу Так Более Менее Чтоб На Чистый Уже Одеть Чистенькие Колесики И Будем Заезжать Еще Немножко Вот Подчищаем Небольшие Огрехи Практически Все Вот Эти Сняты Колеса Одеты Как видите Наш Конь Теперь На колесах Вот Ну что ж Друзья Дачники Огородники Садоводы Сейчас будет Самый Ну для меня Интересный Волнующий Момент Заезжать Нашим Зверем В гараж Ну С Богом Еще Так Наш С Он Момент Ю Он 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 это мы и на нейтралке сделаем вот так будет нормально сейчас я сложу эти рога так называемые отпустите нас рога и вот так ему будет тут место его законное место в гараже во накроем тентом и пускай пока наш труженик отдыхает сколько можно вычистил сейчас еще пройдемся тряпочкой где-то заготовил тряпку рук не хватает одной рукой снимать надо камеру держать точнее вот пройдемся чтобы пыль смахнуть как минимум обязательно но пока он горячий пускай постоит немного пыль смахнем где можно все обтереть и от пыли чего надо проверить можете смазать бензин тут у нас еще есть литра 45 точно есть ну четыре с половиной железобетона так что еще на осень хватит еще в один ряд осенью мы если перепахиваем то не вдоль и поперек а только вдоль либо только поперек вот наш красавец отдыхает сейчас я протру его и накрою тентом эти дела у нас коса мешает вот таким образом раз главное чтобы не передавить тросики газа тросики реверса и тросик сцепления так убрать на сторону слаживаем рога придерживая назад зажимая вот так провода не пережаты точнее тросики да все газ реверс сцепление точнее может даже не реверс резонанс реверс забыл короче не важно сильно не зажимаем так чтобы все протираем пыль и накрываем тентом вот вот так он в более таком сложенном виде более компактный и мало места занимает от где-то не больше метра и так сантиметров семьдесят восемьдесят семьдесят пять даже не больше в ширину а так метр метр пять не больше и и по высоте не выше метр десять метр пятнадцать малютка а работящий не догонишь как за ним пашешь ну спасибо тебе друг верный конь хоть и не вороной но верный уже служит много лет нам а тем временем и солнце выглянуло и дождь перестал и наши гиацинты вообще уже распустились все и полностью вот они и красавица бронзовка уже сидит мохнатая я ее называю бронзовка махнорылая страшный враг выедает цветочки вот это вот она это один из самых лютых врагов все всего цветущего и вот уже тоже сидит и и пока что ну не знаю как с ней бороться он пчелки уже работает работяги и вот она выедает и остается от цветка черти что видите да если видно это ужас просто бедствие ну и красота просто солнце вышло тучки разошлись трошки хотя бы чуть-чуть и уже и дождя нету и нашу работу еще раз можно окинуть взором вот они раз два три и там четыре все сейчас доволочу немного тут и постепенно день идет уже к завершению по крайней мере рабочий день наработали сегодня на славу приятная усталость птички поют ветер даже почти утих красота одним словом и тучка туда ушла вот вот такой наш седьмой визит на дачу мечты подписывайтесь кто еще не подписан жмите колокольчик чтобы не пропустить следующий выпуск наверняка через пару дней мы наведаемся сюда еще чтобы закончить посмотреть все уже предпраздничная подготовка и заодно перед праздниками красиво белоснежными поделаем наши деревья выбелим их все плодовые красиво и звездкой обработаем начиная вот с яблонек так тут у нас две старушечки самые первые самые древние яблони вот этим яблоням уже ну минимум лет под 40 уже то уже по ним и видно они уже болеют уже особенно та первая очень 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 болеет но зато дает яблоки если бы она вот так вот болела и мучилась и не давала то я бы ее уже наверно потихонечку убирал спиливал потихоньку корчевал бы и там бы может что-то садили свеженькое но пока она так дает просто кто смотрел прошлые наши прошлого года выпуски как она зацвела это ну просто невеста красота это чуть поменьше но она выделывается мне кажется сорт тоже хороший тот же самый но она выпендривается просто потому что рядом есть кто-то лучше но это это моя версия там за забором первая у нас шелковица и потом четыре ореха в ряд уже довольно взрослых ну и это еще наша старушка абрикоса она уже тоже раз пять переболела что ей только не делали как не замазывали какими средствами не пользовались но она все равно дает и дает не хочет сдаваться это все тоже как получится обработаем забелим тоже эти обязательно побелим все так что скорее всего что следующая восьмая поездка восьмой визит наш на дачу будет уже такой организационный предпраздничный наведение порядка постараемся провести капитальный глобальный субботник ну я не могу нарадоваться боюсь лазить конечно вот этой нашей горушки такие у нее уже прям вот тут видно распускаются два раза обрабатывал вы могли видеть в предыдущих наших видео и купоросом и специальными растворами это молоденькая вишня уже тоже начинает выстреливать из почек это все мы обработаем вот пока что тут тут у нас ряд молодняка яблоня еще тут одна вишня яблоня так еще одна яблоня совсем маленькая и две молодых абрикоски одной три года другой два года это уже слегка запущена надо будет ее постричь осенью как минимум думаю что сейчас уже весной почки лопается уже поздно ну она еще не запущена ну а это маленькая из поздних это все приведем праздничный вид побелим и будет тут целый сад белых невест кустарники тоже обрабатывались у нас смородина крыжовники скоро все не успеешь глазом моргнуть будет все это болеет скорее всего последний сезон она доживает какая-то она такая обделенная несчастненькая вроде бы как зажатая между двумя массивными кустами такими ну посмотрим понаблюдаем еще я ее уже чистил надо еще будет прочистить он там сухостоя немного вот все сейчас я примусь за заволочу ту последнюю маленькую нижнюю грядку она самая сырая сейчас немного проветрится и будем потихоньку закругляться вот эта грядочка мне нравится тут чеснок клубника чеснок клубника чеснок клубника чеснок и до самого парапета вот ну и тут у нас грушка вот попробовал прищепить не знаю что получится обычным дедовским способом понаблюдаем как она пока никаких признаков это поздняя а вот тут правда на этих ветках на солнечной стороне уже выстреливает вот видно да и тут тут на боковой этой ветке выстреливает это если я не ошибаюсь тангарская красавица если я правильно запомнил но это она уже у нас более пяти лет это уже лет восемь до десяти наверно нет десять еще наверно нету ну лет семь восемь точно яблонька это какой-то восковый такой сорт восковые такие яблочки тыква образной формы такой интересная такая яблонька вот два фундука это старушка тоже старая абрикоса я и сделал обрезку мне кажется она тоже уже доживает потому как у нее он как идет уже развивается полным ходом наверное это тоже ее последний сезон но тут абрикосы красивые крупные очень и очень жалко вот это наши два фундука фундука фундук да будет уже попозже хотя тоже вот уже чпокают почечки потихоньку вот ну я думаю на этом все пишите оставляйте комментарии рад буду почитать любые комментарии от вас оставляйте лайки и до скорых встреч хороших нам урожаев с вами в этом сезоне да 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 да